Привет, друзья! С вами Ирина Гримм. Сегодня я расскажу вам историю о смене династий, о мировингах и о королингах, о том, как произошла эта смена, и как трудно нарабатывать права, и как легко их потом потерять. Ну что ж, мировинги — это династия франкских королей, которые правили с V по VIII века, по середину VIII века, на территории современной Франции и Бельгии. И в V веке, когда эта династия образовывается, то она объединяет две этнические группы франков, которые были разделены на тех франки, которые жили около моря, их называют солические франки, и те, которые жили вдоль реки Рейн, это были репуанские франки. И вот таким образом существуют две этнические группы после великого переселения народов, которых фактически объединяет династия правителей, которые фактически считались святыми, и считалось, что они несли божественную кровь в себе. И, кстати говоря, интересно, что их особенной чертой всех мировингов были длинные волосы. И с этим тоже связаны легенды. Эти правители всегда ходили с длинными волосами, в то время как все при дворе должны были иметь коротко остриженные волосы. И династия вообще, в принципе, мировингов, она обязана своим именем Мировеусу, одному из королей, сыну Хлодвига, преданию его мать, будучи уже беременной, им пошла купаться в море, и ее похитило морское чудовище. И так интересно, что в то время люди создавали такие предания. Народ свято верил, что их правитель Мировей также был ребенком моря. И вообще, в принципе, Мировеус как раз переводится как «морское дитя». Мировинги всегда отличались грамотностью, и все представители этой династии знали несколько языков, и они могли читать на четырех языках. Для Средневековья это было просто что-то невероятное. То есть они знали латынь, греческий, аравейский и еврит. Соответственно, они читали книги на этих языках. И вообще, в принципе, считается, что сама династия пошла от Хлодвига I, потому что во времена его правления был создан такой документ «Кодекс законов. Сальвическая правда». Он состоял из 65 книг, в которых были описаны исторические события. Как раз о великом переселении народа. Собственно, как раз целью создания этого документа изначально было как раз зафиксировать те исторические события, которые были с германскими племенами во время их переселения и их изначальные традиции. И также там были зафиксированы как раз положения о праве и социальные разные нормы. И таким образом получается, что в тот момент государство делает значительный шаг вперед по урегулированию внутренних вот этих вот вопросов, по созданию свода законов. Более того, потом еще много столетий вот этим вот сальвическим законом будут пользоваться последующие короли, и в том числе короли других династий. С периода правления Хлодвига I начинается, ну, в истории закреплен мировинский период правления франков в истории Франции. И, кстати говоря, именно при этом короле столицей становится Париж. Хотя коронация всех королей происходит в Римсе и последующих королей в том числе. В тот момент религией франков является язычество. И оно распространено по всем территориям. И христианство, которое в тот момент приходит на эти территории, оно не является приоритизированным направлением. Один из самых сильных, успешных и властных правителей франков был Дагоберт. Ну, из династии Миролингов, о которых мы сейчас говорим. Был Дагоберт. И в середине 7 века он правил буквально 10 лет. Но примечательно, что после правления этого короля власть постепенно переходит, уходит из рук правителей. И она переходит к кому? Она переходит к мейердомам. Кто такой мейердом? На самом деле для русского языка гораздо более понятно звучит мажордом, но правильно считается произносить мейердом. Так вот, майордомус в переводе с латинского обозначает управляющий дворцовым хозяйством. И это значит, что это был приближенный короля, человек, который управлял не только доходами и расходами королевской казны, но он также управлял еще королевской стражей. И вообще, в принципе, представлял короля перед франкской знатью. То есть, он играл значительную роль в управлении государством. Власть короля вообще становится просто номинальной. На самом деле, когда франки завоевывают новые территории, в том числе как раз территории вдоль рейна, еще в начале становления династии, то в тот момент создается традиция, по которой король своим вассалам за их службу дает территории. И, конечно же, значительной территории какие-то там города и области. И со временем получается так, что королю для того, чтобы удержать своих вассалов при себе и чтобы они были преданы, им нужно дополнительно давать им еще территории. Одному из мейердомов приходит в голову идея, что если я являюсь фактическим правителем франков, почему бы мне не стать и номинальным правителем, это возникла мысль в голове правителя, который в истории закрепился под именем Пипин Короткий. И его так звали, потому что у него был рост 137 сантиметров, хотя это не умаляло его достижения, он действительно сделал очень много для государства. в момент, когда отец Карл Мартель наследует ему свои земли, полученные ранее от франкских королей, то он ведет разные захватнические войны, и также войн ведет действия по объединению земель внутри самой Франкии. И вот когда он решил о том, что ему надо захватить власть, то это же ведь было немыслимо, как можно захватить царскую власть. Как мы знаем из истории, короли Мировинги являлись священными, и они являлись просто добрым символом для народа, нельзя было их взять и свергнуть. Что делает Пипин? Он заручает с поддержкой папы римского Захария, и тот помазал его на царствование и сделал его королем франкского государства. Все, таким образом получается, что династия Мировингов прекращается. На тот момент королем франкского государства был король Хильдрик III, и когда Папа Римский назначил королем Пипина Короткого, то в 751 году Хильдрик III был острижен. А мы помним эту историю с символом и длинными волосами. Вот вопрос, как так получилось, что некогда сильная династия лишается своих прав, причем так легко? А это происходит как раз из-за того, что король начинает доверять слуге больше, чем самому себе, и он отходит от дел. И когда этих королей из династии Миролингов прозвали ленивые короли как раз за то, что они отошли от управления. Известен исторический факт, что Пипин Короткий во все военные походы брал с собой своего малолетнего сына. И он заставлял его с малолетства заниматься государственными делами и документами. И потом, конечно, в истории мы знаем Карла Великого. Это собственно сын Пипин Короткого, который потом сделает реформу франкского царства и значительный вклад внесет в развитие. Что вы думаете о том, как тяжело права зарабатываются и как легко они теряются? Вы вообще в принципе знакомы эта ситуация? Ведь династия несколько столетий отвоевывала эти территории и объединяло их. То есть на территориях в тех или иных местах возникали какие-то восстания, либо просто надо было объединить разные совершенно группы людей, да, и даже, например, этнические тоже группы. и вот в течение долгого времени происходило это объединение, которое происходило как раз под главенством династии миролингов. И в какой-то момент они стали отпускать вот эту власть и в конце концов они ее потеряли. Потом, соответственно, когда Пипин Короткий вступает на престол, причем он же законно вступает, то есть его поматал Папа Римский, и это не было каким-то кровавым свержением, еще что-то, то есть миролинги остались живы. Вот, но таким образом просто происходит смена династии, то есть одна династия уходит, другая приходит, и начинается династия королингов. Что вы думаете об этом? напишите, пожалуйста, какие могли быть причины тому, чтобы люди образованные вот так вот отпускали власть из своих рук? Я жду ваших комментариев. И до встречи!